Салам, братья и сёстры, с вами Коча ТВ, срочное включение. И кажется, я нашёл убийц Владислава Бахова, ну или пока не мере тех людей, которые знают, что с ним произошло. Тех людей, которые стояли за подрывом Романа Краснощёкова, тех людей, которые покушались на его жену, когда думали, что в этой машине находился он сам. Да-да, ребят, вы не ослышались. Это не какой-то не кликбейт, как я обычно люблю делать, это на самом деле правда, потому что все доказательства я вам покажу дальше. Так вот, недавно я опять вспомнил про Романа Краснощёкова, и я вспомнил, что у меня же есть и разговор с Романом, в котором и присутствовал сам Костя. И я просто решил его ещё раз прослушать, о чём мы там говорили. И в этом же разговоре как раз-таки мы понимаем, что есть люди, которые знают, что произошло с Владом Баховым, которые живут в Демидове, у которых салатовая машина, и которые стояли за подрывом Романа Краснощёкова, которые покушались на его жену, когда думали, что в машине он сам. И эти люди знают, что произошло с Владом Баховым, а возможно как раз-таки именно они что-то и сделали с Владом Баховым. Давайте я вам продемонстрирую данный разговор. Честно говоря, я сначала хотел предоставить этот разговор Надежде Бородкиной, но она никак не выходила со мной на связь. Но так как она смотрит Ютуб-каналы, я надеюсь, что из этого разговора она сразу обратится в СК, потому что просто так, друзья, нельзя это оставлять без внимания. Ведь именно то, что сказал Роман, может помочь развитию в деле Владислава Бахова. Давайте слушаем внимательно. К вот этой Кале, ну вот, которая туда вот здесь, говорю, ау, съездим до Рубни, привези эту женщину. Даю ей номер телефона, как зовут там, всё, даю координаты. Говорю, подъедешь к Кольцу к Руднянскому, с Кольца позвонишь, она тебе скажет, где там встретитесь, заберёшь её и привезёшь. Она такая на меня, поехали со мной, я под подпиской. А мне из района вообще выезжать нельзя. За город можно, а в Демидовский даже район я поехать не могу. То есть, а это в Руднянске. Тут 120 километров, у неё так много, но я говорю, не, не поеду. Она такая, да мы сиденье разложим, то вон, то, нафиг. Я говорю, блядь, ты понимаешь, говорю, сейчас вот остановят и пиздят. Тем более сегодня суд. Так ты слушай. Короче, она едет, доезжает до Руднянского Кольца, мне перезванивает, говорит, Ромик, я не пойму, ты звонил из-за этой женщины, она то ли бухая, то ли что, начала мне, а вы кто, а вы что, а какой Роман, я не пойму, про кого вы говорите, а зачем вы в Рудню, я вообще в Демидове. Короче, женщина эта начала, я Алке говорю, Алка, разворачивайся и всё, едь домой. Она трогается, тут же с телефоном, говорит, Ром, передо мной стояла десятка, говорит, она тронулась и едет за мной. И вот мы с ней, она там сколько там промежуток ехала, я говорю, да, разговариваю, я говорю, не ложи трубку нафиг, я уже тут сижу, уже тут пацанов всех пообзвонил, чтобы, если что, выехали навстречу, да, но она такая, говорит, я, говорит, 60, они сзади 60, я, говорит, 120, они сзади 120, я говорю, ну, говорю, если что, перезванивают. Она трубку ложит, через 5 минут мне перезванивают, говорит, пошли на обгон и начали с дороги ехать, сталкивают, нахуй. Короче, говорит, я газу дала, она на Тойоте была, и свернули, да, в Демидово свернули. Оттуда, короче. Десятка цвет какой-то. Десятка, салатовая, такой зелёный, ну, вот как трава такой вот цвет. Короче, они из Демидова, да? Ну, свернула, она... Смотри, там кто-то, кто-то, кто-то Марго сказала, что, что вы там, это самое, про этого самого. Как, 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 красночёвы? Нет, 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 нет. Маргарита Сенченко? Да, да, да. Она говорила про Коршакова. Ну. Что вы там про Коршакова уцепились? Ну, есть у него там какая-то 14 или десятка там нафиг, то есть, как-то так. Вот у кого-то, видно, у ребятишек, у этих машина, вот десятка зелёная, тонированная напрочь, была без переднего номера, задний был номер, но когда Алка подъехала, она стояла перед ней, она говорит, я глянула, ну, с номерами, стоит машина и стоит, я не обратила внимания. Номера не помню, да? Она не обратила внимания. Нет. И когда она тронулась, она тронулась, она выехала, то есть, десятка вот перед ней стояла, она объехала, по кольцу объехала, а десятка тронулась за ней. Я говорю, какие номера, смотри, она говорит, нет номеров спереди. То есть, предположительно, это может быть Коршаков? Ну, нет, возможно, у кого-то это есть машина. У кого-то из ребят из этих, ну... Из этих 12-ти? Ну, мы с вами спросим. Ну, я Евдемидовид. Ну, мы сейчас нам поспрашиваем. Понимаешь, и вот ее гнали, и говорит, я 180, а они хер, меня не догоняют нафиг. И вот они ее гнали до самого Дадемидова. И Евдемидовидовидов. Ну, это кончено. Еще раз, ребят, я достаточно долгое количество времени хотел передать данную запись адвокату семьи Владислава Бахова, Надежде Бородкиной, потому что, опять же, раньше мы с ней нормально общались. Сейчас же она никак не выходит со мной на связь, поэтому мне приходится публиковать эту запись публично. И я прошу вас, Надежда, обратить еще раз на те слова, что сказал Роман, потому что все это взаимосвязано. Мы как раз-таки можем найти тех людей, которые знают, что произошло с Владом Баховым. Тех людей, у которых имеется салатовая машина из Демидова. Вы должны, опять же, все эти материалы направить в Следственный комитет, чтобы они подняли свою пятую точку и начали расследование. Скорее всего, мы нашли ниточку, кто именно стоит за тем, что произошло с Владом Баховым. Ребята, что лично думаете вы? Обязательно пишите ваши мысли в комментариях. Ну, а с вами был Коча ТВ. Всем спасибо. Пока-пока.